И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 2012 года, воплощенную на Земле 1, 2, 3. Нашла. Нашла, снимается, все маски, голограммы 1, 2, 3, он? Да. Хорошо, бери Амира и поднимай в нашу комнату диагностики, 1, 2, 3. Да, здесь. Хорошо, и пусть Амир заходит в скэнер-капсулу, мы приветствуем Амира, готовлю он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе? Да, доверю. Отлично, хорошо, и начиная на счет 3, включается скэнер, 1, 2, 3, скэнер начинает работать, выявляет любые подключки, любых интерферентов, моментально выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму, и все ответственные по каналам притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Амира, дракон опять. Опять какого цвета? Красный. Опять красный, да? Так, дракон, хорошо. Когда он подселился, считаем формат. Сбоку к нему цепляется. Сбоку цепляется. Понятно, он уже в клетке, да? Да. Хорошо, я подхожу к Амиру, беру его за руку и мощнейшим ударом даю 2 миллиона герц, поэтому канал сжигается, канал сжигается, соответственно. 1, 2, 3, удар. Готово. Хорошо, и если остались какие-то еще импланты, подключки от этого дракона с силами, его намерение не выходит сейчас из биополя Амира. 1, 2, 3. Зависает в воздухе. Есть. И открывается под ними портал в галактическое ядро, они улетают в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Амиру понравилось. Амиру понравилось, хорошо. И открывается сейчас под драконом портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Он уходит в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Отлично, все, и Амир, возвращаем тебя в твое тело, и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Амира в систему Биоробот Душа, заводим, подключаем его к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга, проходит полная синхронизация между тонким телом и энергетическими тонкими телами. Готова, идет информация, мама должна крылышками защищать. Мама должна крылышками его защищать. Пока у него не будет своей, ну, как сказать, скорлупы защиты. Защиты, понятно, отлично. Все, мы передадим это маме дальше. Все, еще что-то? Все. Отлично, и отключайся от Амира, и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Здесь. Хорошо. Так, переходим к следующему нашему клиенту. Ты готова? Да. Так, и я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1957 года рождения, воплощенной на Земле. Один, два, три. Да, нашла. Отлично, хорошо. Проведи идентификацию. Снимается все маски и голограммы. Один, два, три. Это она. А ты можешь сказать, чтобы тонкая копия вышла? И я даю команду тонкой копии Ольги выйти из своего системы биоробот-душа и стать рядом с ней. Один, два, три. Тонкая копия выходит и становится рядом. И проведи идентификацию тонкого тела. Один, два, три. Снимается все маски. Это голограмма. Голограмма стоит? Так ты что? Есть тонкая копия, есть биоробот, а есть голограмма. Вот это уже интересно. Двоих мы можем забрать? Да. Хорошо. И я прошу тебя, бери обе тонкие копии, голограмму и оригинальную копию. Защитный специальный скафандр на счет 3, 1, 2, 3. И поднимай в комнату диагностики. Один, два, три. Здесь. Мы приветствуем Ольгу. Готова ли она к диагностике? Доверит ли она нам свое биополе? Да. Хорошо. Благодарим. И помещая на счет 3, эта копия притягивается в клетку тюрьму. Один, два, три. Готово. И ответственный. Выстраивается канал от этой копии. И ответственный по каналам силам его намерения притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Пойму кто, дракон, что ли? И снимается все маски. Голограмма ответственная. Замирает в клетке. Один, два, три. Да, это дракон. Снимай. Считай цифры над головой. Один, два, три. 417. Так. 417. Хорошо. И я даю команду скенеру. На счет 3 скенера начинает сканировать все тонкое тело. Ольге сверху до низы, проявляя любые интерференты, любые подключки. Они загораются ярко-красным цветом, моментально выстраиваются каналы. Один, два, три. Пойму. У нее два канала. Один вот идет к голограмме, а другой к дракону. И между собой голограммой и дракон тоже соединены. И этот дракон, помимо голограммы, он ее как сковал чем-то. И я подхожу к дракону сейчас, достаю свою печать дракона. Один, два, три. Включая на полную мощность. По нему волны идут такие, как судорожные, что ли. Хорошо. И направляю на него сейчас. Печать семи архангелов. Один, два, три. Мощнейшим ударом. Божественной любви отца. Сжигая все его защиты. Один, два, три. Он получает очень сильный удар. Один, два, три. Он остановись, кричит. Я тебя спрашиваю, почему ты зашел в это биополе? Ты знаешь, ты будешь уничтожен? Отпусти. Не отпущу. Ты не должен был сюда заходить. Драконы вообще ничего не понимают, пока их не уничтожат. Вообще ничего не понимают. Они отморожены до крайней степени. Когда им говорят, прочитан манифест. Ты нарушил все законы мироздания, которые только возможны. Ты забрал свободу воли и свободу права на свою энергию у человека. Поэтому человек осознал это и прочитал манифест. Ты наплевал на этот манифест. Ты будешь уничтожен. Хорошо, все. Он говорит, она такая яркая, чистенькая. Это тебе не поможет, эти отговорки. Закрыл рот и молчишь. Один, два, три. Все. Так, теперь давай эти два канала. Я подхожу к Ольге. Беру я за руку и мощнейшим ударом блокирую все... Он должен снять. Пусть снимет с нее. У нее еще что-то есть. И я даю приказ. И дракон снимает все с биополя. Все, что осталось. Насчет три, один, два, три. Она как замотала, как спиралью на ней что-то. Красная тоже. Сжал ее вот этой спиралью. Мерзостные твари. Она даже снимает с трудом. Когда он зашел к биополю? Три дня. Двадцать шестой, двадцать третьего зашел. Понятно. И за какие-то боли был ответственный? Ты знаешь, он ответственный за все боли. Идет информация, что зашел он раньше. Но три дня вот он ее скрепил вот этой. Ну вот и она и слегла. Верально. Не, я просто... Он снял ее. Я просто смотрю, что еще осталось. Эта голограмма, она тоже подключена к голове, к рукам. Вот так вот, да? Ну он снимет это сейчас. Это его тоже все. Редкостные. Хорошо. Все, включается. Еще раз просканируем. Один, два, три. Пошел скан. Зеленый-красный цвет загорается. Зеленый чистая. Красный что-то еще осталось. Не, не найдено. Чистая. Отлично, хорошо. И я даю команду. И все, что достал, вместе с тонкой копией этот дракон, устанавливается на дракона. Устанавливаются все присадки, все импланты, все чипы. На него сила моего намерения. Да, будет так. Става. И включая их на полную мощность на счет три. Один, два, три. На сто процентов пошла мощность. Усиливаем ее до максимального предела. Он выколотит в этой спирали. Очень хорошо. И уменьшает еще драконы дополнительно в два раза. Один, два, три. И спираль сжимается над ним. Дает ему полностью, все, полностью все ощущения, которые он хотел подарить нашей клиентке. Все. От малейшей боли до самой большой боли. Сковывает его в тех же местах. Забирает ту же энергию. И вся эта энергия никуда не уходит. Она начинает по кругу вокруг него ходить. И больше она ему не принадлежит. Он хрипит. Хорошо. Она тоже хрипела. Вот тебе ощущения от твоей присадок-примочек. Становись. Не остановлюсь. Ты уничтожал человека. Ты не дал ей никакого шанса. Я тебе тоже никакого шанса не буду давать. Ты мог бы меньше у нее забирать энергии. Даже если бы ты подсоединился, ты поставил по максимуму. Ты не людь. Ты для меня просто паразит. А паразитом надо уничтожать. Он говорит, нет, я регулировал через тонкую кожу. Ты доставил... Через эклограмму. Такие мучения. Такие мучения доставил, что человек даже на работу не может ходить. Поэтому ты паразит. И направляй на него свой копьё. И бью мощнейшим ударом. Два миллиона герц. Один, два, три. Пошел удар. Ты мужок. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Он уходит на один, два, три. И всё остальное носится в галактическое ядро вслед за ним. Всё, что осталось. Все остатки включаются. Фиолетовые, высоковабрационные лучи. Они сканируют комнату. Двести пятьдесят тысяч герц. И всё сбрасывает в галактическое ядро. Всё чужеродное на микронном уровне. Один, два, три. У нас остались каналы. Хорошо. И я подхожу, беру её за руку. Ольгу. И мощнейшим ударом. Двести тысяч герц. Меняю, блокирую все каналы. И наношу удар. Сто тысяч герц сжигаю все каналы. Один, два, три. Удар. Да, есть. Отлично. И открывается портал в галактическое ядро. Всё улетает в галактическое ядро. Все каналы. Один, два, три. На переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Ой, Саша, глядь. Пепел улетел. Пепел, я имею в виду. Конечно, да. Всё туда улетает. Хорошо. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ольги. Систему биоробот-душа заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между тонким телом и энергетическими тонкими телами. Мы когда сформировали комнату, и я себе закачивала энергии, приходил Архангел Ханил и дал мне какую-то золотую энергию. Сказал, что пригодится. И вот сейчас, когда мы закачивали Ольгу, я ей дала вот этой энергии золотой, и она у нее скармонизировалась, и теперь у нее внутри такой золотой круг, как овал из этой энергии, такими тонкими, как нитями. И потом идут все ее тела, но как светлыми нитями, как из света золотого. Мы благодарим Архангела Ханила, благодарим за эту энергию, посылаем в нашу энергию любви и благодарности. И вот сейчас она с биороботом гармонизировалась. Очень хорошо. Мы закончили, Вера? Ну да. Хорошо. И отключайся от Ольги, и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь. Ты знаешь, как эта энергия теперь называется, как мне ее заказывать? Ханила. Архангела Ханила. Хорошо. Благодарю, учителя. Все, Вера, ты готова дальше работать? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию, 1955 года рождения, воплощенную на Земле. Один, два, три. Пошла. Хорошо. Снимается Семанский голограмм. Один, два, три. Татьяна выходит из своего биоробота. Татьяна, ты видишь тонкую копию, идентифицирую ее. Да, да. Ничего больше нет в теле? Нет, она не хорошая копия, она улыбается. Отлично. И берем Татьяну и поднимаю в комнату диагностики на счет три. Один, два, три. Мы здесь. Отлично. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам свое биополе. Да, доверит. Хорошо. Татьяна заходит в капсулу скэннера на счет три. Один, два, три. И я даю команду. Скэннер начинает на счет три сканировать Татьяну, находя все чужеродные присадки, подключки. Включается в клетку тюрьмы и становится ее заложником из силы моего намерения. Один, два, три. Скэннер начинает работать. Что-то большое сидит в ней. Оно притянулось в клетку или нет? Нет. Хорошо. И я даю команду. И все это темное, что там сидит, с силой моего намерения притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Выстраивается канал от ответственного Татьяны. Один, два, три. Подсвечивается ярко-красным цветом. Все каналы тебе видны. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Все ответственные в клетке представляются гласно своему эфирному коду ДНК. Снимаются все защиты. В этой комнате они не действуют. Один, два, три. Скажется, это инкуб. Да ты что? Какой-то зловещий такой. Он зловещий. Да, синий-черный какой-то такой. Считай цифры над головой. Один, два, три. Очень не пойму, кто это. У него ноги какие-то странные. Все остальное на инкуба похоже. Энергии какие-то, я говорю, синий-черный. Вот от него идут. Все мрачные, знаешь, такие. Он не воздействует на тебя? Нет. Ну, воздействует, но я могу его энергию чувствовать. Он на тебя воздействует? И я подхожу к нему. Даст ты печать семи архангелов? Он не воздействует. Не воздействует. Но я могу чувствовать его, вот эти вот, от него идет мрачность какая-то, знаешь, мрачность. Понятно. Она как поменялась в этом. Жаль, подожди, он, знаешь, он или большой демон, или суккуб был, может их двое просто там. Я даю команду, и каждая сущность оказывается в отдельной клетке, если их несколько. Один, два, три. Их двое, слушай. Их двое. Это суккуб и это бес. Бес? Нет, не без демон. Считай цифры над головой. 14. И считай над суккубом цифры 1, 2, 3. 53. 53. Так, у нас два канала. Демон 14, Герцовый и Инкуб у нас 53, да? Да, и Копия у нас боится их. Они мучают. Вот так мучают ее. Хорошо. Так, подходим к... Кто у нас там первый? Рядом с тобой? Демон. Я спрашиваю демона, как он осмелился сюда войти. Он хвостом крутит и говорит, захотел, да вошел. Да, отлично. Хорошо. Неправильный ответ. И я подхожу и отбиваю ему правый рог. 1, 2, 3. Удар. Он говорит, ты что делаешь? Я тебя сейчас уничтожу здесь на месте. Кидается на эту клетку. И я достаю свой демонический пистолет. 1, 2, 3. Вставляю в него пулю. 1, 2, 3. Он говорит, что тебе надо? Это наша территория. Это не ваша территория. Это моя территория. Он имеет в виду квартиру. Что значит наша территория? Я тебе даю еще раз один шанс спасти второй урок. Или я тебя сейчас просто уничтожу здесь на месте? Он мне показывает квартиру и дверь в квартиру. Вот кто-то заходит. И он заходит за ним и ведет как на поводке вот этого вот инкуба. Так, кто тебя привел? Специально никто. Кто-то заходил в квартиру. И он зашел за ними. Откуда шерсть в квартире сейчас? Говорит, моя шерсть. Я же там живу. Это кто говорит? Демон. Ну, во-первых, не живу, а жил. Начнем с этого. Вот. Потому что ты уже больше нигде жить не будешь. Так, значит, ты привел еще этого паразита инкуба туда, да? Я подхожу к инкубу и бью его 10 раз на чистоте инкуба копьем. 1, 2, 3. Пошли удары. Мощнейшие удары на чистоте инкуба, пока он не сляжет. Он пытается перемещаться по клетке. Отлично. Хорошо. Пусть перемещается. И направляя на него свое копье. И мощнейшим ударом 2 миллиона герц. Удар. Ты его жег. Хорошо. Отлично. Открывается портал. Галактическое ядро 1, 2, 3. Весь мусор уходит в галактическое ядро на переработку. Закрывается, опечатывается, растворяется, ставится огненная пентаграмма. Так, подходим к демону. Он говорит, что ты перешел все границы. Я перешел все границы. Ты знаешь, что такое перейти все границы? Это когда ты заходишь туда, где запрещено заходить. Этот человек, ты нарушил законы, законы мироздания. Ты нарушил законы свободы выбора. Ты пришел и подключился, игнорировав все правила мироздания. Поэтому ты подлежишь согласно манифесту, который прочитала Татьяна уничтожению. Вообще-то это ты нарушил все законы, убив этого чувака. Я не только этого чувака убью. Я тебя сейчас убью. За то, что ты зашел туда, игнорировав все пентаграммы, игнорировав все защиты, игнорировав ее право свободы выбора. Она нам дала полномочия на то, чтобы любой паразит был изгнан и уничтожен зеобиополем. Говорит, пентаграммы. Смешно, прямо в каком веке живем. Давно у нас есть уже защиты на эти пентаграммы. Я смотрю, у тебя тон не меняется, значит тебе придется все-таки показать, куда ты сегодня попал, чтобы ты оценил всю эту ситуацию. Как тебе разговаривать и каким тоном тебе сейчас здесь разговаривать, чувак. И в моих руках появляется маленький шарик энергии царя Соломона. Один, два, три. Включается, ярким светом светит. Ты же не собираешься это пользовать? А почему ты так думаешь? Кто-то только что говорил про законы мироздания. И шарик входит в мое биополе. Да, кто-то говорил. И кто-то говорил за нарушение законов мироздания. И за ответственность за нарушение законов мироздания. Понимаешь, какая ситуация, демоняка? Ты нарушил ее права. Она нам дала полномочия полные. Доверенность. На то, чтобы мы с тобой, так сказать, разобрались. Вот. Она прочитала согласно ее манифесту. Там стоят такие слова. Любой интерферент, который входит в мое биополе, отнимает мои свободы и права. Уходит в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. У тебя есть что-то сказать по этому поводу? Или переходим сразу к процедуре? Он говорит, а ты там золотых пластин наставил? Да. А что, тебе не нравится? Это я их поставил, да. Ну, он мне дверь показывает входную. И? И что он заходит. И какие будут предложения, как эту дверь закрыть? Демон, если ты мне никакой ценной информации не дашь, ты мне вообще никакой ценности не представляешь. И, соответственно, я тебя просто ускорю этот процесс. Пусть где он показывает что-то? Пусть показывает. Хорошо. Но он показывает залить ее красным чем-то. Как это называется? Красное чем-то. Хорошо, Демон. Эту информацию я тебе зачитываю. Это одно единственное слабое место в квартире? Или еще где-то есть? Оно, он говорит, что это самое слабое. Самое слабое. Ладно, хорошо. Там дом стоит на порталах или что там такое? Объясни. Что ты назвал это вашим местом? Там где-то есть плохие соседи. И? Вы к ним ходите, а от них дальше или как? Так и есть. Выше или ниже ее? Ниже. Ниже. Понятно. Хорошо. Как сделать так, чтобы вы там оставались на этой территории? На своей. Не заходя в ее квартиру. Я просто всех буду сжигать. Это ее просьба. Ее право. Освободить квартиру от всех. Поэтому я тебя и спрашиваю. Какие будут предложения? Он говорит, если ты меня отпустишь, и я всем расскажу, что у тебя есть оружие. А ты знаешь, что уже все давно знают, что у меня есть это оружие. А ты знаешь, где Виззевул сейчас находится? Говорит, не произноси это имя. Уже можешь произносить. Уже можешь произносить. У царя Соломона на брелке он висит сейчас. За то, что он семь раз входил в моего клиента. Пять раз приходил Архангел Михаил, пытался с ним договориться. Не получилось. Шестой раз я его предупредил, что седьмого раза не будет. И в седьмой раз он получил то, к чему мы шли. Поэтому ты можешь это имя сейчас спокойно называть. Его нет. Сейчас он не в досягаемости. Он жив, но он не там, где вы хотите. Поэтому я тебе серьезно говорю. Здесь реально не шутят. Он говорит, тогда тебе тем более нужно отпустить меня, чтобы я это всем рассказал. Хорошо. Буду тебя отпускать. Та-да. На территорию. Я тебе объясняю просто следующую ситуацию. Как это все происходит, когда ты будешь рассказывать? Первый раз, когда мы отлавливаем человека, который не читал манифест, который не объявлял о своей свободной воле, у вас вполне было право, возможность такая подселиться к нему и сосать его энергией, высасывая его здоровье и так далее. После того, когда человек объявил о своей свободе воле, и вы повторно приходите в ее биополе, и этот человек приходит ко мне, я беру на себя полномочия за этого человека бороться и выгнать всех ответственных подселенцев. Для этого у меня есть специальные, различные, эксклюзивные виды оружия. Первый раз я отпускаю на свою чистоту тех, кого я ловлю, до произнесения манифеста. Второй раз происходит то, что произошло с этим мерзким инкубом. Он говорит, я понял он, и он говорит, что он туда черте еще привел в квартиру. Кто? Он, с кем ты разговариваешь. А, он, да, ну хорошо. Это он их привел, да? Потому что у нас там был на прошлой неделе один бес, он не вернулся назад по этой же причине, поэтому я сейчас думаю, что с твоими чертями случится. Если я сейчас пойду в квартиру, а я пойду сейчас после этого разговора. Говорят, отпусти все, я всем объясню. Ты больше в эту квартиру, я пойду в квартиру и отпущу всех твоих чертей. Я с тебя сегодня отпускаю первый и последний раз. Ты сейчас возьмешь и вытащишь все, что ты оставил в биополе, или этот суккуб в ней полностью, до последней ниточки. Я провожу проверку. Если ты что-то оставил, включается контрольная лампочка красная, переходим сразу к жесткому разговору, без разговоров. Ты это понял? Да все он понял давно. Если он все давно понял, тогда он может приступать к работе. Правила простые, демон. Значит, если уже объявлена воля человека на свою территорию, где он обитает, живет и на свое собственное пространство, и он это объявил, то все. После этого любой вход в биополе человека или в его квартиру является практически смертной казнью или наказание тогда уже будет следовать моментально. Раньше такого у вас не было, я согласен. Но сейчас такие появились новые правила. Он все снял. Хорошо. Выставляем маячок зеленый-красный. 1, 2, 3. Если все чистое, зеленый. Если что-то осталось, красный. Зеленый. Так, демон. Значит, мы тогда с тобой... Ты понял, да, о чем речь? Понял. Все. Я тебя сейчас отпускаю на твою чистоту. Если ты успеешь этих чертей забрать из квартиры, до того, как я приду, это тебе зачет. Если я их сейчас поймаю, то, безусловно, я сначала с ними поговорю. Нет, он не успеет. Он говорит, отправь их мне. Куда тебе? Сюда их, что ли, притянуть? Нет, по каналу отправь их. Я и буду... Отпусти их, он говорит. Ладно, хорошо. Так, все. Готов уходить? Готов. Ты понял. В эту квартиру больше ни ногой, ни ты, ни черти, никто. И будет вам здоровье, и будет вам классно. Ни к Татьяне, ни к ее квартире. Космических я уже кучу там поуничтожал. Порталы позакрывал, и движущие, и не движущие. Но если я еще раз вас там обнаружу, это будет конец ваш. Я всем расскажу. Все открывается. Против часовой стрелки портал на частоте демона 1, 2, 3. Демон уходит на свою частоту. Не забывай сюда дорогу назад. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. У нас каналы остались, да, еще? Да, каналы есть. Хорошо, я подхожу к Татьяне, беру ее за руку. Блокирую все каналы, концентрирую всю свою энергию мощнейшим ударом. В 200 тысяч герц сжигаю все каналы. 1, 2, 3. Удар. И для усвоения энергии возвращаем Татьяну в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между тонкими телами и биороботом. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Отсюда будем идти в квартиру или поднимемся? Давай отсюда. Хорошо. И я посчитаю от 1 до 3, и ты окажешься перед входной дверью Татьяны. 1, 2, 3. Ты стоишь перед входной дверью в квартиру Татьяны. Я здесь. По всему периметру квартиры устанавливается, с силой моего намерения, лазерная клетка-тюрьма. 1, 2, 3. Все ответственные за порталы, подключки, все интерференты, находящиеся в этой квартире, с силой моего намерения притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. 4, черт. Так, порталы есть еще какие-то? Клетки нет. Так, что вы здесь делаете? Хозяйничаем. Отлично. Ну, такой ответ. Хозяйничаем. Ой, какой ты умный у меня. Черт. Какой же ты у меня умный. И устанавливается 4 огненные пентаграммы. 1, 2, 3. Каждый черт стоит в огненной пентаграмме. Приятно. Хорошо. Подхожу и каждого из них бью по одному удару на чистоте черта. 1, 2, 3. Пошли удары. Говорят, за что ты нас пьешь, мы свою работу делаем. Вы им не имели права сюда заходить. Я сейчас уничтожил Сукуба, который жил в этой квартире в Татьяне. И отбил один урок этому демону, который просил его отпустить, чтобы он всем рассказал, что нельзя приходить в эту квартиру. Он мне сказал, что вы здесь сидите. Я знал о вашем присутствии. И он меня очень просил вас отпустить. Но я вот не думаю, стоит вас отпускать или нет, потому что я не вижу никакого сожаления. Я не вижу никакого с вашей... У вас с ней ходит никакой, знаешь, какой-то энергии. Ой, мы, наверное, что-то неправильно сделали. Говорят, нет, нет, правильно отпускай нас. Это демон хотел, а не я. Я так не считаю нужно. Я считаю, что вам нужно показать одну такую вещь, как называется, портал в галактическое ядро, чтобы вы его хоть раз увидели. Вы же не видели такого еще? Инград, мы знаем, что это. Я отпускаю одного черта сейчас. Он начинает рассказывать, где он что установил. Остальные трое в клетках находятся. Этот черт собирает все со всей квартиры и рассказывает Вере, где что было установлено и как они вошли в квартиру. Чем больше дадите информации, тем у вас больше шансов отсюда уйти в целости и сохранности. Приступай. Не надо же. Кирония с демоном зашли. Понятно. Веселая семейка. Прям как папа, мама и дети. С ума сойти. На девочку он надел носочки. Снял носки быстро. Если на ребенке будут еще какие-то подключки, я их найду. Я вас притяну по этим подключкам и тогда сожгу. Поэтому все снимай с обеих детей, с Татьяны. Где что могло еще остаться в квартире, в спальне. Как давно находишься в этой квартире, черт? Четыре дня. Они пакостят. Таисин носочки. Мальчика нету. Он энергиями своими отталкивает их. Вот молодец. Вот бы научил он всех так. Не побаиваются. Это хорошо. Где он еще оставил? На окна что-то повесил. Красное. Как шторы. А для чего? А страх. А страх. Черт, а ты знаешь вообще, что в эту квартиру последний, кто здесь был, мы были неделю назад, там был бес, я его уничтожил. Я его сжег прямо в клетке. В эту квартиру нельзя заходить. Нельзя. Понимаешь? Человек произнес манифест. Он сказал, все, кто идет в мое биополе, я уничтожаю. Все, кто будет мешать там, где я живу, я уничтожаю. Так что у тебя поиграется. Мы зашли. Это такой ответ, ты понимаешь. Он сегодня уже не работает. Он снял все. Так, со всей квартиры? Да. Хорошо. И, Вера, просканируем. Специально план ты помнишь. 1, 2, 3. Просканируем его нашим скейнером. 1, 2, 3. Загорается ярко-красным цветом. Если еще остались какие-то подключки в этой квартире. У меня к кухне тянет. Ну, ты знаешь, он на кухне даже полы такое оттирает как будто. Вот туда меня притянуло сейчас, на кухню, да. Все оттирай. Все снял. Так, хорошо, все. Так, вот это все барахло, которое они забирают с собой, он идет в клетку. 1, 2, 3. Становится все четыре вместе там. Еще раз спрашиваю. Вы хотите в эту квартиру прийти? Нет, я не хочу. Хорошо. Правильный ответ. Хорошо. Забираете все, что у вас есть. Открывается один портал на чистоте всех четырех чертей. 1, 2, 3. И все они уходят на эту чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Ставь огненную пентаграмму. Готово. Отлично. Все. Клетка на вас пустая. Она нам не нужна. Мы ее выкидываем, да? Да. Открывается под клеткой портал в галактической ядре. 1, 2, 3. Клетка уходит на переработку в чистую первичную энергию. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Давай сейчас подойдем к входной двери и снаружи, и снаружи, и внутри. Зальем ее полностью, против которого не может ни один демон, ни один не может пробить его и пройти через эту дверь. 1, 2, 3. И вся входная дверь покрывается толстым слоем снаружи и внутри. Сейчас информация идет, что на этот надо поставить как раз печать Соломона, чтобы они видели. Вот это хороший совет. Благодарю. И я даю команду, и снаружи появляется на входной двери печать Соломона. 1, 2, 3. Да, запечатано. Вот это класс. Не зря сходили. Все, Верочка, давай тогда отключаемся от этой квартиры. 1, 2, 3. И на счет 3 переносишься в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я здесь. Верочка. Верочка. Я здесь. Субтитры создавал DimaTorzok